Друзья, всем здрасте! Отгремела презентация Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro. Чем же все-таки Redmi Note 7 отличается от Redmi Note 8? Стоит ли переходить с Redmi Note 7 на Redmi Note 8? Это как бы самый основной вопрос этого видеоролика. Давайте, друзья, разберемся в этих вопросах и пройдем небольшое сравнение. Сразу же скажу, что это будет просто такое предсравнение. Понятно, что нужно сравнить два эти телефона непосредственно, но это будет такое пред-предсравнение, чтобы немножечко прицениться и понять соотношение сил того и другого телефона. Кстати, друзья, кто догадался, что за телефон у меня справа лежит на столе, пишите обязательно об этом в комментариях. Мне будет интересно ваше мнение. Первый, друзья, это камера. В Redmi Note 7 мы все знаем, что там было 48 Мп, и это была интерполяция. То есть это не была совсем такая настоящая 48 Мп камера, но выдавала она, конечно, реально классные снимки за свою цену. Это было реально четко и круто. В Redmi Note 8 уже настоящая 48 Мп камера, никаких интерполяций и чего-то другого. Но плюсом сюда есть еще широкий угол и макросъемка. Как бы вот этого уже нет в Redmi Note 7. Окей, здесь, конечно, большую часть выигрывает Redmi Note 8. Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на Telegram канал. Там скидки на все телефоны. Также там я выставил уже Redmi, правда, в китайской версии. Как только появится глобалочка, самые минимальные цены у проверенных продавцов обязательно будут на этом Telegram канале. Поэтому проходите и подписывайтесь. Ссылочка в описании. Следующий момент это процессор. В Redmi Note 7 660 Snapdragon, построенный по 14 нанометровому техпроцессу. Действительно, этот техпроцесс уже устаревает. Здесь используется ядра Creo 260. Видеоускоритель Adreno 512. В Antutu приблизительно 136 баллов плюс-минус и убивает. Redmi Note 8 665 Snapdragon. Из той же самой линейки Snapdragon. Но уже построенный по 11 нанометровому техпроцессу. Ядра Creo 260. Видеоускоритель Adreno 610. Кстати, реально неплохой ускоритель. И в Antutu он убивает больше 140 тысяч баллов. То есть процессор тоже здесь, конечно, новее, интереснее, лучше. Но все так вот немножко на тоненького. Третий момент это экран. Экран здесь в первом случае 6,3 дюйма. Это IPS-матрица. Занимает он 86% передней панели. А во втором случае 6,3 дюйма. Это тоже IPS-матрица. Занимает она 90% передней панели. Здесь, друзья, ну как бы равенство. Потому что, ну на самом деле, здесь менять шило на мыло нет смысла. Четвертый момент это батарея. Батарея в первом случае 4000 мАч, 18 Вт зарядка, Quick Charge 3.0. Во втором случае 4000 мАч, 18 Вт зарядка, Quick Charge 4.0. Отличие только в том, что зарядка эта идет уже во втором случае сразу же в коробочке. То есть не надо ее докупать. Но тоже, друзья, по мне здесь нет большой разницы. Поэтому я ставлю равенство. Потому что заряжаем в основном телефончики ночью. Поставил, ушел себе как бы далек спать, проснулся и как бы все окей. Пятый момент это дизайн. Здесь, конечно, индивидуальный очень момент. И понятно, что над Redmi Note 8 поработали. Дизайн стал более интересный, более инновационный, переливый и все такое. Но нельзя сказать, что Redmi Note 7 какой-то убогий и так далее. Я бы здесь тоже поставил равенство. Потому что, ну, особой разницы между двумя этими телефонами я не вижу. Шестое отличие это звук. В Redmi Note 7 за свои деньги был звук нормальный такой, нормальный хороший звук. Не было никаких больших придирок к нему. В Redmi Note 8 показали на презе, что его прокачали прям, ну, очень прям сильно. То есть как бы раскрутили звук, все дела. И на это китайцы обращали особое внимание. Надо, конечно, проверять. Но по факту звук должен быть лучше в Redmi Note 8. Я повторяюсь, это предобзор. Поэтому здесь никаких конкретных выводов делать еще не стоит. Но все-таки это особенным образом подчеркнули. Седьмое. USB Type-C в том и в другом случае здесь тоже равенство. NFC нет. И в том и в другом случае здесь тоже равенство. И вот, друзья. Если у вас, допустим, совсем старенький Redmi Note 4, а такие люди еще есть и действительно очень много, то, конечно, Redmi Note 8 как бы окей, друзья. Можно его покупать. То есть, ну, как бы это реально будет очень четкая замена. Redmi Note 5, если у вас, то тоже это классная замена. Redmi Note 7 я бы не стал менять на Redmi Note 8. Здесь давайте обозначим, опять-таки, преимущества Redmi Note 8. И все они будут не совсем большие. Допустим, камера, да, ну, лучше. Есть ширики, есть макросъемка. Окей, как бы если вам это надо, то Redmi Note 8 вам поможет. Процессор. Да, он лучше, он новее, он как бы мощнее, все дела. Но это все тоже так на тоненького. Экран плюс-минус одинаковый. Батарея одинаковая. Дизайн плюс-минус, мое мнение, одинаковый. Звук, окей, ладно, он должен быть круче. USB Type-C одинаковый. NFC здесь нету. И разница, друзья, в этих телефонах совсем небольшая. Мое личное, друзья, мнение, что Redmi Note 7 не надо менять на Redmi Note 8. Если вы хотите перескочить, то перескакивайте лучше на Redmi Note 8 Pro. Там разница будет реально очень большая. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Не забывайте, друзья, подписываться на этот канал, ставить лайк этому видео, пишите комментарии, что вы думаете об этом телефоне. Наверное, вы уже посмотрели обзоры там Android News и других. Но мне ваше мнение, друзья, очень-очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...